Механика организации EF-Online. Корпорация от одного участника. Это аналог юридического лица, который дает своему владельцу и другим участникам пакет инструментов. Дополнительные счета, дополнительные склады, владение космическими сооружениями, станциями, ведение официальных войн, которые позволяют вести боевые действия даже на территории с высоким уровнем безопасности, хайсеках, свой логотип, который можно создать с помощью конструктора, логотипы, общий боевой журнал, описание организации, бюллетени и налог. Все другие возможности пакета инструментов корпорации пилоты могут создавать и использовать без ее наличия, при том с более расширенными настройками. Во главе корпорации по механике стоит один человек, президент, владелец, учредитель. Он обладает абсолютной властью над другими участниками, дает или забирает полномочия, исключает из корпорации. Для других участников он неприкосновенен. Конечно, есть система акций, которая дает участникам контрольных пакетов выбирать нового президента. Однако обычно эту систему не используют. Босс всегда один. Альянс – представители от одной корпорации. Аналог форм объединения юридических лиц – те же корпорации, концерны, картели, конгломераты, ассоциации, синдикаты, цель которых – координация совместной деятельности и защита интересов, решение общих задач и достижение иных совместных целей. По механике Евы Альянсы дают набор инструментов. Возможность владеть собственными территориями, клаймами, которые можно прокачивать, тем самым увеличивая количество ресурсов, которые можно добывать. Дополнительные знаки отличия, дополнительный логотип Альянса. А в качестве логотипа можно загружать уже свой вариант, а не использовать предустановленный редактор, как в случае с корпорацией. Дополнительное описание организации. Дополнительные бюллетени, общие для всех корпораций, состоящих в Альянсе. И участие в рейтинге Альянс, который ничего не дает. Все другие возможности пакета инструментов Альянса пилоты могут создавать и использовать без его наличия, при том с более расширенными настройками. Во главе Альянса по механике стоит одна корпорация, которая имеет власть исключать или принимать другие корпорации в его состав. Напоминаю, по механике один Альянс, одна главная корпорация, один главный человек. Один имеет власть над всеми остальными. Следовательно, все корпорации, представители Альянса, кроме главной, являются аналогами. Протектората, форма межгосударственных отношений, при которой одно государство находится под защитой другого государства. Протекторатом также называются защищаемые государства. Государство, осуществляющее протекторат, называется протектором. При этом суверенитет защищаемого государства частично делегируется протектору. Посещаемое государство не полностью суверенно во внешнеполитических делах, при почти полном сохранении суверенитета во внутренних делах. В частности, сохраняется форма правления и, например, собственная династия правителей. Протекторат является разновидностью клиентского государства. Имеет общие черты с вассальным государством, марионеточным, но отличается от них. Клиентское государство – это государство, которое экономически, политически, либо военным образом подчинено другому, более влиятельному государству. Вассальное государство – государство, находящееся в подчинении другому государству, но сохраняет своего правителя. Такое государство обычно лишено прав поддерживать дипломатические отношения и заключать договоры. Ограничено в других видах внешних отношений, но сохраняет самостоятельное внутреннее управление. С некоторыми ограничениями. Правитель вассального государства сохраняет статус и титул, бывшие у него до заключения вассального договора. Например, президент или король. Такое государство является частью сложного государства, но не принимает участие в отправлениях власти верховного государства. Марионеточное государство. Марионеточный режим. Государство, проводящее политику в значительной степени диктуемую иностранной державой, но остающееся номинально независимым. Статус, степень, самостоятельность и полноты суверенитета государства, которым применяется термин Марионеточное, может быть довольно разным. Это не союз, а тот, кто утверждает обратное невежда или лжец. Ложь – сознательное высказывание, заведомо не соответствующее истине. Ложью называют умышленную передачу фактической и эмоциональной информации, вербальной или невербальной, с целью создания или поддержания в другом человеке убеждения, которое сам передающий считает несоответствующим истине. Напоминаю, по механике – один альянс, одна главная корпорация, один главный человек. Один имеет власть над всеми остальными. Три кольца – премудрым эльфам, для добра их гордого. Семь колец – пещерным гномам, для труда их горного. Девять – людям Средиземья, для служения черного. И бесстрашие в сражениях, смертоносно твердого. А одно – всесильное, властелину Мордора, чтобы разделить их всех, чтобы лишить их воли, и объединить навек в их земной доле, под владычеством всесильного властелина Мордора. Это книга о природе власти, которая хочет быть властью над человеком, власти безнравственной и порабощающей, основанной на лжи и насилии. Капитуляция перед такой властью и всякая ей сопричастность растлевают и губят человека. Общие нравственные законы существования человечества не предложены. Человеческое достоинство – главное достояние человека. И нужно отстаивать его до конца любой ценой, в любых обстоятельствах. Напоминаю, по механике – один альянс, одна главная корпорация, один главный человек. Один имеет власть над всеми остальными. Все остальное, что не предусмотрено механикой ИВ, является фантазиями и соглашениями между пилотами Вселенной, основанной и держащейся только на доверии. Коалиция, объединений альянсов не существует в механике ЕВА, однако является, пожалуй, единственной полноправной формой союза организации, аналогом союза государств – коалицией. Союз государств – коалиция. Политический, военно-политический или экономический союз нескольких государств, создаваемый для защиты общих интересов, обеспечения совместной безопасности, коллективной обороны или для согласованной подготовки и ведения коалиционной войны, образуется на основе двухсторонних или многосторонних соглашений, договоров, пактов. В коалиции устанавливаются общие цели и определяется характер совместных действий по их достижению. При этом каждое государство, входящее в коалицию, преследует прежде всего собственные политические, экономические и военные интересы. Все государства коалиции сохраняют свой суверенитет, а это независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах. Часто ли мы употребляем слово «союз»? Друг, товарищ, единомышленник? Запросто. А в слове «союз» будто заложен в будущий раскол. Он не друг. У нас просто общие интересы. В какой-то одной сфере, на какой-то определенный период времени. Две с лишним тысячи лет назад так называли подчиненные Римовой области, Италии, которые обязаны были во всем помогать Риму, но сами никаких прав не имели. Все, конечно, смотрели видео, да, в бюллетенях, там, в чатах, прописанных и так далее. То есть цель существования, то есть какая у нас глобальная цель, почему, куда вообще стремимся, что сделать. Конечно, произошло все немного раньше. Кто-то планировал зимой, кто-то планировал летом, ну, а вышло вот вообще весной. К цели ближе уже идет реализация сама. Идет стройка полным ходом, захватываются клаймы, знамя уже поднято. Все как положено. Теперь все зависит только уже от нас самих. Пересвет, в студию. Нам предложили в свое владение целый регион. Этериум Рич регион. Там живет три алья. По численности они все три, как мы, один. Еще плюс академку надо к этому всему. На данный момент идут боевые столкновения. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах импульсации вен. Перемен мы ждем перемен. Если вы готовились именно пойти в тесты, там, на грядки, на классы, то сейчас у нас там регион боевых действий. Каждый день мы деремся за системой перекручивания. Теперь все зависит полностью от нас. Это вот регион, где мы будем проживать. Все системы, которые обозначены пунктирами, это мы на данный момент воюем за них. То есть вчера мы их перекручивали. Сегодня будут финальные таймера выходить, там, ночью, там и так далее. Союзники нас будут прикрывать. Примерно половина карты, вот так, если напополам делить, правая сторона, вот это мы можем забрать себе. То есть систем тут предостаточно. Вверху и внизу прям очень крутые констелляции, где можно нормально деньги зарабатывать. Вот в этих системах живут три альянса, которые воедут на данный момент у нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших снезах и в санте лет. Перемен, мы ждем перемен. Значит, ребята, условия поменяли. Там тепличные условия, ну, в них и осталось 50% корпораций, когда мы уходили. Ребята, они заходили там услышнять себе жизнь, там, типа, вот это клайм, там, непонятки. Ну, проще остаться в тепличном месте и в другой корпе как-то, да. Когда захотят возвращаться, для них будет специально создана отдельная корпа, будет называться штрафбат, вот. И они будут кровью искупать свою вину, предательство, там, и так далее, да? Ну, конечно, сейчас идет война, мы захватываем регион. Все в огне, все привозится самими, либо там через нескольких у нас людей, которые логистами занимаются. Просто хотелось бы вас сразу предупредить, что будут проблемы и сложности. Пилот, который помогает именно нам, чтобы он не был обделенным. Все, что мы захватим, будет твое. Боевой пилот, верхушка Иерархи. До этого наша основная корпорация состояла в составе альянса, не являлась главной. Теперь в этом альянсе наша основная корпорация главная. То есть никто не нажмет кнопку и не выгонит ее. Понятно, что кто-то там на данный момент, возможно, разрешил там поселиться. Механики плевать. Договорились вы, не договорились, разрешили, не разрешили. Если ты поселился и там закрутил территорию, никто не может одной кнопкой попьяния взять тебя там, выгнать оттуда. То есть мы придется это делать, как положено, силой.